Сегодня мы тоже чиним звукосниматель. Звукосниматель интересный и ремонт будет точно таким же. Заодно и сравним конструктивно с L500. Сравниваете, конечно, вы самостоятельно, посмотрев это видео и почитав мою статью про L500, где я там его по косточкам раскладываю. По словам заказчика, у этого звукоснимателя точно такая же проблема, как и у Эбонеза из прошлого видео. Не работает одна из катуш. Первым делом, конечно же, фиксируем состояние датчика. Фиксируем в смысле визуально, чтобы потом ни у кого никому претензий не было. Стандартная тема для таких датчиков – трескаются уши крепления и, конечно же, краешки бобин. Это вообще самая уязвимая часть у любого звукоснимателя. Если присмотреться, то практически у всех датчиков эти краешки чуть-чуть загнуты вверх, даже если они другой конфигурации. Медный провод на них давит, плюс еще датчики нагреваются в парафине, а тут еще и конструкция такая, знаете, не очень. Тонкие стенки, прямые углы, без скруглений, галтелей и тому подобного. Совершенно логично, что как раз в таких местах концентрация напряжений. И чем больше наматывают провода, тем сильнее воздействие на бобину. Ну и люди, конечно, тоже сами дергают за эти краешки при попытке разобрать звукосниматель. И судя по тому, что правый уголок как бы стоит, скорее всего он был вообще полностью отломан и вот так приклеен. И если это так, то звукосниматель уже ремонтировался. И это не очень хорошо, потому что переделывать за кем-то работа очень неблагодарная. Всегда попадается куча сюрпризов, о которых даже представить сложно. И обычно гарантию на такое дело я не даю. А этот кусочек вообще меня как-то пугает, как будто он вот-вот отвалится. Давайте найдем какая катушка в обрыве. Аккуратненько разбираем. О, как легко пошел. Держался он там на капле герметика. Точнее по следам видно, что на двух, но второй почему-то нет. Звукосниматель точно ремонтировали. Ну, как минимум разбирали. Возможно тогда и отломали краешек этой бобинки, если за него тянули. Вот тут похоже, что точно что-то делали. Вряд ли с завода вот так вот все торчит. Хотя, знаете, вот всякое бывает. Если так, то это очень стрёмно. Сеймор ничуть не лучше, чем EMG. Я вам уже в ВК показывал фотки, как они там паяют наполовину. Вот тут какое-то повреждение на бумажном скотче. Скотч, кстати, прям как у меня. Или у меня прям как у них. Может это и есть повреждение катушки, по которой она не работает. Но сначала мне хочется пропаять все вот это вот торчащее. Вдруг заработает. Увы, не помогло. Давайте тогда посмотрим, что под скотчем. Возможно найдется какой-то оборванный проводок. Я его аккуратненько постараюсь спаять и делаю в шляпе. Вайспирид очень хорошо справляется с парафином. Не, я ничего тут не наблюдаю такого. Ну тогда разбираем, чистим и будем перематывать. Да, и не забыть в какую сторону смотрел магнит. Достанем железяку, чтобы не мешало. А не, лучше не так. Следы могут остаться. При съемках этого видео. Ни один мастейн не пострадал. Шуточки от подписчиков. Вот, по ходу, когда повредили катушку. Надо будет спросить у заказчика, может быть он в курсе, как там что было. Вот, совершенно очевидны следы ремонта. Все залито суперклеем и видно, как проводок приклеился к пластику. Естественно, при малейшем шевелении, а может даже в процессе этой приклейки, проводок и оторвался. Починить по-другому эту катушку нельзя было никак, поэтому перемотка этой бобины 100% оправдана. Суперклей он такой, да. Как я понял, заказчик в курсе того, что звукосниматель уже ремонтировался, но что там, как произошло, вроде как и нет. Ну, в смысле, не в курсе. Ну вот, пока я все это дело оттирал, от вайдспирита, от воска, от прочего, этот кусочек благополучно и отвалился. Он мне сразу вообще не внушал доверия. Зато можно внимательно теперь все рассмотреть. Видите, как четко по месту склейки он и отвалился. Это значит, что склеено было фигово. Потому что клеить пластик клеем даже супер, не лучший вариант. Правильно клеить пластик растворителем. Для этого надо знать, что за пластик перед вами и что его растворяет. Либо использовать такую жуткую химию, как я. Хлористый метилен растворяет огромное количество пластиков и много чего другого. А также и ваше здоровье в придачу. Вот вату, например. То, что бобина развалилась сейчас, это очень даже хорошо. Представляете, она бы развалилась во время намотки. Только как теперь клеить, я даже не знаю. Надо счищать клей. А это чревато. Можно счистить с клеем немного пластика. Тогда эта бобина будет выглядеть стрёмно. Она может немножко уменьшиться в размерах. И, например, провод чуть-чуть не влезет. Ну, короче, как я и сказал, ремонтировать после кого-то, это то еще удовольствие. Нужно решать гораздо больше каких-то ненужных задач, чем просто ремонтировать. Ребята, лучше сразу присылайте. Не надо ничего ремонтировать. Выйдет дешевле. Я вам ответственно заявляю. Ну, как бы выбора мы понимаем, что у меня нет. И с другой стороны, посмотрите, что делается. Тоже ведь потом может отвалиться, блин. Пролью ее растворителем и зафиксирую. Намазываю. И прислоняю. Сорян, что не в кадре. Просто тут такое дело. Надо было рассмотреть поближе. Мне вдруг на минуточку показалось, что я в лыжи обулся. И нет, не показалось. Знаете, почему этот кусочек раньше стоял наискосок? Не только потому, что его подпирал медный провод. Ведь с другой стороны провод тоже подпирает. А потому, что он был так приклеен. Там либо были утеряны кусочки пластика. Либо пластик был подмят. Либо хз. Либо его так сильно прижимали. Его подрастворил суперклей. Короче, если приклеить ровно, то там остаются ямки. Вот немного зачистил, и это хорошо видно. Теперь надо как-то и с этой хренью разобраться. Попробую их зашпатлевать. Возьму кусочек пластика для 3D принтера и вплавлю их туда. И немножко растворителя закапаю в уши тоже. Для тех, кто не слышит разницу. Рекомендую закапывать растворитель 3 раза в день. Самсори. Надо будет подождать много часов, пока все высохнет и пластик полимеризуется. Так как он растворился, соединили, образовался монолитная каша, и потом это высохнет в едино целый пластик. За это время сделаю 3D модель бобины. Она мне пригодится для того, чтобы подумать над оснасткой для намочек, потому что вот хз как эту бобину крепить нестандартную. По скричку придумал вот такую вот хреновинку. Если есть умные мысли, подсказывайте, как это можно было бы сделать лучше. Ну, в комментариях. Напечатаю прототип и проверю, работает ли. Тем временем уже все подсохло, подшлифовал, отполировал. Как-то вот так это все выглядит теперь. Некоторое время вот так вот он уже мотается. Жду, может что-то отваливается, может бобина, может быть крепление не выдержит, пока что-то не желает. Я думаю, можно рискнуть и намотать. Но чтобы знать, что нам мотать, и не нам будем же это делать, сниму данные с рабочей катушки и размеры бобины с пустой. Дальше на калькуляторе, который я вам показывал, в прошлом видео про IBANES прочитаю намоточные данные. Поскольку села батарейка, то подключу его через USB. На этой модели другого варианта запитать его больше нет. И знаете, что над полученными данными с рабочей катушки надо очень хорошо подумать? Чтобы получить такие характеристики катушки при адекватном количестве витков, нужно использовать очень тонкий провод. Примерно 0,03 в диаметре. Но при таком тонком проводе сопротивление катушки было бы значительно выше. Помните, сколько при прозвонке получилось? А значит провод изначально не мог быть тоньше 0,05 плюс-минус там. Бывают провода 5,4 и тому подобное. Где-то в этом районе. Возможно 4,5, 4,7. Но им тогда бы пришлось намотать где-то 10 тысяч витков. Небольшая ремарка, почему бессмысленно измерять старый провод. Я говорил тоже в видео про Ибанес. И все равно, даже если бы мы смогли хоть как-то измерить старый провод, то мы бы все равно не узнали, сколько было витков. Так вот, вернемся. У меня есть провод 0,05 в диаметре. И я не представляю, как они его туда затолкали, в такую маленькую бобинку. Не влезет гарантированно вот эти 10 тысяч витков. Миллиметра по 2 с каждой стороны, с каждого бока будет свисать. Вариант только один, мне приходит на ум. Они использовали провод 0,05, плюс-минус, но с очень тонкой изоляцией. В принципе, на это косвенно намекает собственная емкость катушки и коэффициент мощности. Чем он больше, тем больше и электрические потери. То есть, часть мощности катушки уходит на нагрев изоляции. Своим проводом я столько намотать не смогу. Как быть? Как ремонтировать? Давайте представим, как бы в такой ситуации был бы выбор у заказчика. С учетом того, что он хочет именно восстановить оригинальное звучание датчика. Скорее всего, первым делом ему бы сказали, ну вот если в интернете найдется информация, сколько чего нужно там мотать, сделаем. Потом ждать, пока чудом не появится подходящий провод в мастерской. Или оплачивать заказы разных вариантов провода под его датчик, пока не найдется подходящий. Ну или второй практически тоже стопроцентный вариант. Ему скажут, да ты не парься сейчас намотаем. Чем есть, станет только лучше. Как бы да. Зачем тогда спрашивается, человек покупал именно этот датчик? Наверное потому, что ему нужно что-то другое, что-то лучшее. Короче, хоть и с определенной долей погрешности, но теоретически можно достаточно многое рассчитать. И поэтому нам не понадобится ни искать подходящий провод, не мотать 10 тысяч витков, не уговаривать заказчика, что мы сделаем лучше, чем оригинал. У меня вообще в наличии только два вида провода. И пока этого на все хватает. Для того, чтобы своим проводом получить характеристики катушки, схожей с оригинальной, мне понадобится немного модифицировать бобину. Я вот распечатал такую полосочку пластика толщиной 0,352 мм. И вот так вот ее обмотав, габариты каркаса станут такими, что мне понадобится намотать 7-7,5 тысяч витков всего лишь. А это как раз впритык должно уместиться в размеры такой бобинки. Мотаем. Вам не кажется, что по силуэту бобины как будто бы появилось биение, и по звуку слышно, что скорость вращения ощутимо замедлилась. А это значит, что изменилось натяжение провода, и станок пытается его компенсировать. Блин, неужели крепление бобины не выдержало? О, блин, ну останавливать не буду. Осталось совсем немножко, может там и ничего страшного. Намотанный провод выглядит как-то странно. Почему? Ё-моё! Вот это подстава! Сейчас попробую показать. Бобина развалилась. Давайте посмотрим поближе. А крепление бобина оказалось вполне надежным. Бобина развалилась. Сверху пошли новые трещины. Отрадно видеть, что хотя бы моя склейка устояла. Доволен, скрывать не буду. А снизу отвалился огромный кусок. В общем, километр провода и бобина на выброс. Печалька. По итогу, ничтоже сумняшися, мы с заказчиком решили, что клеить эту бобину уже бессмысленно, и нужна новая. А где взять оригинальную? Нигде. Я распечатал новую, как, кстати, была вдруг 3D-модель. Заблаговременно. Бобинку я распечатал, естественно, с учетом уже измененных габаритов, чтобы можно было ее наматывать и повторять оригинальные характеристики с помощью нашего провода. Вот рядом уцелевшая катушка и напечатанная. Я постарался ее стилизовать под юзанный пластик. Там потертости, царапинки, какие-то залапанности. В общем, чтобы она не сильно выделялась. Если бы еще немножечко ее полирнуть, блестит чуть хуже оригинала. Ну, раз такое дело, решил я заодно сделать и толковую оснастку. Мало ли придется еще когда чинить такие датчики, или делать такие датчики. Помните, мне на починку присылали звукосниматель, в котором было много неодимовых магнитиков. Так вот, заказчик мне их подарил. И они мне очень пригождаются. Для этой оснастки, например, также еще на их основе я попробую сделать электро... Точнее, электронно-магнитный натяжитель провода. Заряжаем магнитики, крепим, крепим на планку. Оп! Оно уже магнитится. Но надо вставить в пазы Держится, кстати, очень хорошо Ну что ж, снова мотаем Субтитры сделал DimaTorzok Вот теперь все ровненько Кайф Снимаем Предварительно обматывать скотчем на этот раз я не буду Так как каждый миллиметр на счету Каждый даже, наверное, десятка миллиметра Просто сделаю защиту от мест пайки Я не буду делать штырьки, как в оригинале И тянуть к ним тонкий провод Мне кажется, это ненадежно Я хотя бы на такую катушку смогу дать гарантию Классный ракурс, да? Боюсь случайно повредить пинцетом нежный провод Поэтому вот мягкой палочкой Мягкой палочкой проверим целостность катушки ты смотри что делается практически идеально попали в сопротивление каких-то 50 100 он не хватает а значит что выхлоп у датчика будет точно таким же как и был до поломки сейчас доделаю его и посмотрим что у нас резонансной частотой а скотч не вмещается высота бобинки ростом поменьше стандартный проводки зафиксированы не убегут теперь плотное обертывание и надежное крепление выводных проводков и и и и и Ну и конечно же черный скотч как в оригинале для красоты. Ну и конечно же черный скотч. Смотрим что по замерам. Плюс-минус в пределах погрешности. Частота и индуктивность получилась планируемой. Еще бы сотня две витков и было бы совсем идеально. Как и по сопротивлению так и по всему остальному. Я считаю воссоздать оригинал получилось. Остались только парафиновые ванны самой бобинки и сборка. Я не буду фиксировать катушки на герметик как это было здесь. Только проводки на термоклей и все вместе скреплю парафином как это сделано на L500. Потому что в оставшейся бобине оригинальной есть полно трещин. Это позволит снизить микрофонный эффект который они могут давать. А посему на сегодня все. Подписывайтесь, оценивайте, бейте в колокол. А я как говорится лук резал и резал.